Всем здравствуйте! Сегодня на обзоре шестая часть немецкой посылки. Мы уже приходим прямо к концу. Такая шикарная прорезная, кобальт, золотая роспись. Это паста, 24 карата. Сама форма очень интересная, она в виде такого квадрата и как плетеная корзинка. Есть по кромкам определенные рельефы и также прорезной фарфор. А в середине такой красивый нежный голубой декор. Все расписано золотом, шикарное сочетание цветов и сама идея. Мне больше всего нравится сама плетенка, будто корзинка и даже такие жгутики. По клейму это пиркин хаммер, которая была создана еще в 1803 году. Такое шикарное клеймо используется с 1980 по 1938 год. Очень старинная прорезная тарелочка. Она глубокая и как такая фруктовая даже, я бы сказала. Красота. Вот такая шикарная чайная тройка, белоснежный фарфор и такой же прекрасный голубой декор. Форма чашки называется бутон. Имеет определенные рельефности, юбочка и прекрасная ручка за витками. А внутри рисунок, покрытый золотом. Это английский фарфор. Он костяной, который очень сильно ценится в 70-е годы. Большое внимание стоит обратить на тарелочки. Здесь кромки оформлены в рельефы, в зеркальце. И такая десертная тарелочка. Волнистый край и мелкие пружинки. Поэтому, если бы заинтересовала такая тройка, то пишите мне на ватсап. Скоро Новый год. Фужеры всегда нужны. Вот такие прекрасные бокалы Тумас. Такая массивная ножка. Идет юбочка. Сами по себе бокалы в форме цилиндра. Просто шикарные. Идет серебряная вставка. Шикарный декор. Посмотрите, какие они изумительные. Массивные. Мне безумно нравится сама массивная ножка. Состояние у всех в идеале. Очень лаконичные и стильные. Красота. Шесть штучек. Целый комплект. Кобальтовое блюдо. Шикарные мануфактуры. Литнер. 50-е годы. Здесь идет полностью ручная работа. Настоящий кобальт с прочистками. Обратите внимание, как выполнены рельефы в серо-калии. Внутри идут как такие пружинки. Блюдо интересной формы. Такое объемное. И белые прочистки. Медальонок. Красота. Лаконичный дизайн. Все изделия Литнер отличаются. Это не массовое производство. Здесь проделана художественная работа. Шикарный кобальт. Прекрасное блюдо. Две бортовые тарелочки с ручной росписью и серебристыми вставками. Здесь как такие фистоны. Такие цветы. Букет. Тюльпан с ручной росписью. Какая красота. Нежные. И сами тарелочки. Они имеют волнистый край. И прописаны не золотом, а как серебро. Такие вишневые. Две тарелочки с одинаковым рисунком. По клейму это Карлсбад. 40-е и 50-е. Прекрасный цвет крытья. Две изумительные тарелочки. Чайник из сервиза Голубой Китай. Антикварные. Форма арт-декор. И по клейму это до 1920 года. Историю этого сервиза я уже рассказывала как-то из своих роликов. Он поехал к моей прекрасной подписчице моего YouTube канала. Здесь очень красивый стиль. Такие вазы. Ветки. И конечно форма. Она уникальная. Крышка тоже с определенным орнаментом. Такая пимпочка. Сервиз антикварный. Для своего возраста состояние у него очень хорошее. Посмотрите на сохранение золота. Здесь такая шикарная угловатая ручка с листочком акантуса. Безупречный антикварный высокий чайник. Такие тарелочки на подарок. Кобальт с большим количеством золочения. Золото здесь горит и просто сияет. Это тарелка авторская. Бьерн Винбланд сделал такой рисунок. И по клейму это розенталь. Тарелочка с подвесом. Серия таких тарелок называется «Аландин и волшебная ламба». Выходили они с разным рисунком. Сейчас уже этой серии нету. Ее не выпускают. Смотрите на золото. Просто горит и сияет. Красота. Такой прекрасный подарок к Новому году. Высокие бокалы для шампанского. Это хрусталь на Хатман. Самая известная мировая хрустальная мануфактура. Самый лучший хрусталь именно там. Красота. Идут такие снизу объемные рельефы. Такая красивая изящная ножка. Они кристальные. Очень качественные. У них такое прекрасное звучание. К Новому году прекрасная покупка. Чтобы такие красивые, изящные были на столе. Бокалы это никогда не лишнее. Тем более от такой известной мануфактуры. Дальше хочу показать такой небольшой комплект. Там идут три изделия. И одна сухарница. Комплект из настоящего кубальта. Такая самая высокая ваза. Идеальное сохранение золота. И также здесь треугольная форма. Клейму в периоды 60-70-е годы. Здесь идут медальоны и прочистки. И на медальонах расписано все золото. Красота. Каждая стенка в рисунке. Дальше идет такой небольшой кувшинчик. С ручкой. Великолепная форма. Здесь идут добавления уже золота. Таких небольших цветов. Форма здесь очень изящная. И третий кувшинчик. Он побольше. Такая красивая роспись. Золочение. И сами коблетовые медальоны. С ракалиями. И с цветами. Красота. Также к этому комплекту идет такая треугольная тарелочка. Золото здесь корит. Состояние идеальное. Легкое, невесомое. Белоснежный фарфор. Этот комплект очень редкий. Встретить его крайне тяжело. Дальше соусник или конфетница. С такой тарелочкой. Глубокая. В нынешних реалиях можно использовать как конфетницу. Она очень изящная. И подходит к любой кобальтовой посуде. Вот такие ушки. Тарелочка вся расписана в маленькие цветы. Белоснежный фарфор. И сама конфетница, соусница. Здесь тут такие как держатели. Изящно лаконичный рисунок. С золотом. Такие решеточки. Клеймо это розинтель. Клеймо, которое ставилось в 70-е годы. Она просто великолепная. Шесть хрустальных рюмок. Снова нахотман. Такая красивая ножка. Высота у них 12 сантиметров. Они с таким красивым декором прорезей. Это ручная резьба. И при солнечном цвете каждый из бокалов сияет. И горит. Красота. Ножка здесь очень изящная. И статная. Просто посмотрите, какое великолепие. Особенно отдельно мне нравится, как выделяется вот эта шишечка. Таких рюмок шесть. Поэтому, если вас заинтересовали бокалы, рюмочки, то пишите мне на WhatsApp. Комплект из двух предметов. Это очень изысканный молочник. С рельефными ручками. С листочком аккантуса. Прочистками и кобальтовыми вставками. С красивым декором. Таких решеточек. Ракалий. И посередине металлён цветочный с белым цветком. Очень красиво выполнено. Идут также к низу рельефы. Это шестидесятые годы. Он очаровательный. И также вот такой, как кувшинчик, кофейник, чайничек. Про него даже не знаю, что сказать. Просто нет слов от этой красоты. Здесь уже идёт медальон с красивой яркой розой. Более отчётливый вид. Кобальт. Маленькие букетики. Носик с определённым рельефом. Также всё чувствуется пальчиком. А крышка вся расписанная. И объёмная. С таким шариком. Красивая ручка. Здесь идёт пимпочка. Состояние в идеале. Крышка имеет волнистый край. А вот этот шикарный подносик с розочками. Небольшого размера. Кобальт. Все вставки. Большое количество золочения. И здесь опять же рисунок цировки. Вот с этой розочкой. У кого есть такие вазы, то, конечно, это изделие для вас. По клейму это Миттер Тайх. Пятьдесятые, шестидесятые годы. А следующий предмет, он даже в родной коробке. Такая тарелочка прорезная. Немного шика. Немного бархата. Прорезной фарфор. Ажурный. И его учается зеркальце. В кобальте. И опять же с таким же декором. А стенки золотые розочки. Весь декор тоже выполнен в рисунке. С рельефами. Которые ощущаются пальчиком. Там такой растительный декор. Золото в идеале. Тарелочка шикарная. Таких никогда у нас не было. Именно вот с кобальтовыми вставками. И по клейму это тоже Миттер Тайх. Восемьдесят девятый год. Красота. Просто роскошная. У меня нет слов. Поэтому, если вас заинтересовала такая тарелочка, то пишите мне на WhatsApp. Шикарный подарок к Новому году. Вашему вниманию шикарная тарелка с фруктами в кобальте. И с такими листьями. Здесь выполнены сливы, виноград, яблоки, ягоды. И очаровательный клён, цветы и кобальтовые вставки с медальонами в прочистках. Всё оформлено золотом. Эта тарелка, она удивительная. Просто изящная. Также есть подпись автора. Это мануфактура Шердинг. Тарелочка 92 года. Из этой серии бывают разные тарелки, но они очень редкие. Здесь и ручная подрисовка. Золото горит, сияет. Такая необычная и просто роскошная. Она изумительная. Столько кобальта, хрусталя я вам показала. Надеюсь, видео вам понравилось. Если вас что-либо заинтересовало с этого ролика, то пишите мне на WhatsApp. Собирайте хорошие вещи, хорошие предметы. И, конечно, цените то, что у вас есть. Спасибо вам большое за просмотр. Всего доброго. До встречи. Завтра выйдет седьмая часть.